всем привет я на природе подходит время когда мы должны пользоваться вот этим временем года и наслаждаться едой приготовленной на углях меня зовут василий емельяненко эта программа на гриле поэтому сегодня будем делать такие вкусности которые подойдут любому кто сейчас смотрит эту программу у меня здесь лопатка ягненка что может быть вкуснее ну и конечно же подготовлю овощной гарнир здесь у меня кабачки я их пожарю в такой заправочке интересной с аджикой ну и конечно там лучок и лавашек все будет очень очень вкусно давайте начнем с того что лопатку в первую очередь надо снять с кости значит все лишнее там какие-то лишние куски жира еще что-то нужно обязательно срезать если мы лопатку тушим то тогда нам этот жирок нужен в кастрюле в казане и так далее если мы ее готовим на открытом огне то этот жирок будет подгорать поэтому его по возможности нужно там лишние кусочки срезать значит что делаем аккуратненько снимаем мясо вырезаем по лопаточки изнутри проходим срезаем все что нам нужно а что не нужно не уже нам здесь кость поэтому кость у нас остается аккуратно со всех сторон 1 1 1 2 3 возьмите небольшой нож острый конечно же и мы двигаемся по косточке лопатка почему называется у всех животных это кость плоская изнутри она полностью плоская а снаружи она еще не имеет такой как бы сказать хребет да как будто бы когда разделываете мясо всегда пальцем протыкайте о как палец проходит значит мясо будет мягко это тоже важный элемент когда баран старое мясо твердое палец у вас никуда не пойдет он будет вот вот как здесь например здесь пленка да сейчас мы не смотрим на я имею ввиду что вот когда мы нажимаем и палец никуда не идет мясо жесткое будет но если мы пленочку срежем и попробуем внутри он она палит сразу он мясо сразу дырка остается в мясе от пальца даже не надо прикладывать каких-либо усилий все здесь у нас посредине круглая косточка мы делаем как нож упираем косточку видите дальше нож не пойдет сюда мясо все по косточке подрезаем с этой стороны с этой стороны далее оттягиваем чуть-чуть смотрим на косточку и снимаем верхнюю часть мне нужен цельный кусок так удобнее жарить и так точно все части бараньей лопатки пойдут в еду видите вот по сути можете поглядеть на анатомию это не специальный какой-то обалочный нож это обычный маленький нож но маленьким ножом удобнее все разделывать здесь одна кость трубчатая здесь одна кость трубчатая и лопатка сама плоская кость потом обычно обычно на рынках так делают берут руками раз и косточку снимают отделяют вот а как о котором хребте я вам говорил с этой стороны она полностью плоская сейчас я подрежу и покажу видите с внутренней стороны лопатка плоская а с внешней стороны она имеет еще ребро жесткости вот такое и поэтому всегда разделывают начинают из внутренней части а внешняя но вы по не поймете вот внешне а внутренние там где срез и все когда вы сверху подрезали здесь подрезали за вот эту на балдашник берете шик и она сама отходит все а дальше чё обрезаем вот это вот не знаю как она называется правильно берцовая кость косточку обходим ножом вот таким образом тут все очень просто один раз разделайте медленно разделывайте лопатку поймете анатомию потом будете вообще разделывать без всякого труда следующие разы любую лопатку закрытыми глазами все последнее движение и а тут коленочка еще но где на все последний штрих получилась вот такая вот глянцевая косточка значит если вы возьмете какой-нибудь тоже опять же ненужный нож или вообще кусок металла какого-нибудь то как обычно делают если вы будете рубить ножом испортите нож этого допускать нельзя обухом ударяете несколько раз силой по периметру 234 раза кость лопается сама у вас нет никакой крошки если будете рубить топором у вас будет очень много крошки в супе этого не должно быть а это все на шурпу у нас уйдет и так что мы имеем имеем разделанную лопатку барана все мясо готово маринаду значит с маринадом все просто соль розмарин розмарин нужно порубить розмарина для барана много не бывает все что не нужно все отвалится но больше розмарина в начале значит больше вкуса поэтому видите я так не стесняясь нарезал розмарин посыпаю его на мясо не переживайте кто-то подумает что я с одной стороны только мариную мясо не имеет значения вообще никакого с одной стороны уже достаточно вот так чтобы везде иголочки розмарина попали перец мне нужен дробленый крупный во первых он вкуснее во вторых не так быстро горит вот таким крупным прям перцем все это аккуратно посыпаем теперь добавляем сюда небольшое количество подсолнечного масла это нужно для того чтобы специи прилипли пусть вас не смущает что баранина сама по себе жирная на решетке все будет стекать вообще никаких проблем долго мариновать не будем решетку сейчас ставлю на гриль так решетка чугунная пусть она пока погреется немного да чуть не забыл сейчас смотрю и понимаю что у меня здесь еще один ингредиент же был это сухой чеснок сухой чеснок очень хорошо подходит для всяких грильных историй во первых вкус шаурмы это вкус вот как раз сушеного чеснока и баранини вот свежий чеснок можно и свежий проблем никаких нет будет вкусно все классно здесь будет чуточку по-другому другая легкая ароматическая гамма а я уже хочу ее съесть и давайте будем выкладывать прям целым куском выкладываю на решетку гриля так сдвигаем все баранина жарится у нас примерно где-то на это на все уйдет минут 30 нужно ее переворачивать 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 смотреть чтобы ничего не подгорало у нас еще процесс только на самой первоначальной стадии в самом начале я хочу добавить туда щепы щепа любая какая у вас есть насыпьте ее в миску в любую ее следует смочить водой чтобы она дым давала иначе она просто сгорит и все и дыма никакого не будет значит замачивать это на трое суток вообще никакого смысла не вижу и не рекомендую потому что щепочки маленькие они тут же впитывают влагу аромат уже пошел я делаю вот что значит я водичку лишнюю солью потом вот сюда вот закидываю щепки на баранина тоже попадает нормально вкусно будет потом это все стряхнется все щепки сейчас начнут дымить сама лопатка не обжаренная да только процесс начался сейчас пусть она дымком пропитается а потом уже будем дальше делать сегодня мой главный помощник это forest когда я готовлю а я больше всего люблю готовить на огне для меня важно использовать грамотное надежное и удобное оборудование а forester это один из главных экспертов кулинарии на огне forester постоянно совершенствует свою продукцию это инновационные гриль и решетки аксессуары все это сочетает в себе передовые инженерные решения и стильный дизайн и даже если вы не шеф-повар с форестером у вас обязательно получатся вкусные и разнообразные блюда на огне forester рецепт безупречного гриля значит что у меня для гарнира на гарнир у меня идут цукини ну кабачок это все это всего лишь сорта вы можете взять темный светлый любой значит смотрите как делаем разрезаем вдоль потом еще раз вдоль и еще раз вдоль теперь крупными кусками вот такими вот видите какие-то будут покрупнее какие-то будут помельче но в целом стремимся крупным кускам я перекладываю все это в деревянную миску потому что сейчас я буду приправлять этот прекрасный овощ который подойдет вообще к любому блюду который великолепно сочетается с морепродуктами с мясом барана с козлятиной с говядиной со и самое главное очень просто его готовить кусок лимона сразу же поливаем им кабачок берем грузинскую аджику она чесночная она острая соленая и там пол столовой ложки в зависимости от вашей любви к остроте добавляем в кабачок значит про оливковое маслице не забываем все это нужно смазать весь наш кабачок и хотите можете немножко добавить розмарина если вдруг вам так захочется для аромата так вкуснее дальше нужно перемешать чтобы аджика попала на все части нашего кабачка примерно так чуточку соли но хоть аджика и соленая но аджики там у нас немного а соль нам нужна отлично еще один важный элемент прежде чем начну жарить кабачок я хотел вам рассказать про одну универсальную поливку значит я ее уже приготовил 80 процентов я налил яблочного сока и 20 процентов яблочного уксуса сбрызгивать увлажнять мясо это сам бог велел просто берете его и увлажняете во первых этой жидкостью можно всегда потушить огонь если вдруг он там где-то образовался но когда вы в процессе обжаривания поливаете этой жидкостью мясо она конечно приобретает я про баранину в частности она приобретает конечно совершенно уникальный вкус и аромат все вот как раз с этой стороны поджарилась она уже видите и вот опять поливаем чтобы она не пересыхала получалось вот таким красивым вкусным сочным и ароматным эта сковорода гриль идеально подходит для любого мангала барбекю в общем где есть угли там используется эта сковорода все выкидываем сюда кабачки пусть они жарятся в процессе обжарки надо перемешивать все это кабачки должны быть аль денте я немного прикрою все пусть они жарятся уголечки сейчас разожгутся все там начнет ну и конечно же лаваш я его в пакетике держал чтобы он не высох значит лепешка узбекская самая вкусная я ее предпочитаю всегда делать так значит разрезаю вначале на две части а теперь разрезаю ее вдоль нужно распластать на две маленькие вернее тоненькие лепешки лепешки лепешка дрожжевая вкусная быстро готовится что мы делаем для того чтобы лепешка стала еще вкуснее еще ярче и ароматнее чеснок значит чеснока сюда не стесняясь давим сколько душе будет угодно раз черный перчик обязательно потом масло дальше у меня тут тимьянчик где-то был розмаринчик все по чуть-чуть добавляем в масло розмарина от порезать ну чтобы он больше отдавал аромата розмарин добавляем в чесночное масло все это перемешиваем тщательно соли каплю и не забывайте когда вот вы все это делаете значит нож наше продолжение руки он должен быть всегда острым всегда ухаживайте за ножом потому что нож это важнейший элемент на кухне сегодня я использую набор ножей от жира из обновленной линейки серии вестерна японское качество западный дизайн улучшенная рукоять отлично держат заточку для профи и любителей получать удовольствие от готовки что у нас там кусочек мяса мясо еще чуть-чуть жестковато значит смотрите когда мы его хорошенько обжарили и напитали дымом ее нужно слегка протомить поэтому берем фольгу прям несколько листков отрываем достаем лопатку из гриля перекладываем на фольгу это нужно чтобы избежать лишней потери влаги и создать водяную баню то есть сам свой сок от баранины будет ее как бы томить и отправляем его сюда же на гриль на угольки пусть оно лежит там и томится кабачки у меня уже подготовились посмотрите какие они ароматные румяные о то что надо так тарелочку берем аккуратно перекладываем все у нас готовые уже цукини как я уже говорил аль денте потому что раскисшие кабачки это не самый приятный элемент нашей кухни значит кабачки у меня слегка остывают берем короче ложечкой аккуратно чеснок с маслом распределяем по лепешке размазываем и поэтапно жарим начала одну лепешку потом другую конечно же сначала со стороны которая нет не масляная с той стороны вот так вот как мы видим так и нужно выкладывать на решетку почему с этой стороны она подогреется потом когда перевернем как раз она вспыхнет полыхнет будет вообще давайте вот так только помним да хлеб угли нужно быть внимательным и посматривать так перевернули о с этой стороны уже она подогрелась подрумянилась его вот чесночок упал такой запах в конечно гриль это вообще огонь пока лепешка нагревается обжаривается кинзу режем 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 кинзу насыпали горочкой кабачки у нас как гарнир готовы осталось только лучок тонкими тонкими полукольцем нарезать они вот такие должны стать видите края подрумяниваются масло все блестит вот это самая вкусная лепешка если хотите можно еще вот так и порезать эти хрустит нужно так как-нибудь сложить лопаточкой сейчас мы и подденем прям на доску кладите когда вы готовите на природе не надо придумывать каких-то уникальных подач посмотрите это просто фантастика нужно аккуратно подвернуть фольгу теперь берем лучок который я нарезал высыпаем на баранину потому что лук должен подаваться с мясом вот как раз в этот момент надо лук и баранинку сбрызнуть как раз вот пшикалкой вот так вот должно быть посмотрите вот что получилось прекрасный гарнир вообще остренький вкусный хрустящий нежное томленое мясо с очень вкусным луком вы когда попробуете поймете хрустящая лепешка и это конечно все безумно ароматно пахнет я вам сейчас напомню как я это делал я разделал баранину посыпал солью свежим розмарином и черным дробленым перцем полил растительным маслом добавил сухой чеснок и оставил баранину мариноваться на 10 минут затем выложил мясо на гриль и сбрызнул смесью яблочного уксуса с яблочным соком пожарил мясо на гриле до полу готовности завернул баранину в фольгу и вернул на гриль чтобы протомить в собственном соку до мягкости готовую баранину посыпал красным луком и свежей кинзой для салата я нарезал цукини крупно добавила джику оливковое масло розмарин сухой чеснок и соль перемешал ингредиенты и выложил на гриль сковороду обжарил цукини до полу готовности затем выложил их в миску и посыпал свежей кинзой для закуски я разделил лепешку на несколько частей и приготовил к ней ароматное масло в миску выдавил чеснок добавил черный перец растительное масло свежий тимьян и розмарин смешал ингредиенты смазал маслом лепешки и поджарил их на гриль как видите все очень просто вкусно сочно понятно и вам понравится сто процентов главный ингредиент это огонь и ваша любовь все остальное ерунда готовьте с удовольствием готовьте и радуйте семью меня зовут василий мельяненко эта программа на гриле я с вами прощаюсь заходите на огонек прямом смысле этого слова и за хорошими рецептами пока